Доброе утро! Каждый из нас дома готовит жареные лисички с картофелем. Сегодня из такого блюда я приготовлю замечательный соус куриной грудки. Сейчас я вам покажу как. Начинаю как обычно. Обжариваю репчатый лук. Затем добавлю лисички. Какие варианты еще приготовления лисичек? Ну все часто, наверное, все-таки отваривают их и хранят в замороженном виде в холодильнике. Также очень вкусные они получаются маринованные. Я даже как-то раз в ресторане сделал мороженое из жареных лисичек. Между прочим, очень вкусные получились. Так, лук у меня практически готов. Пришло время добавить лисички. Ммм, какой аромат! Когда грибы немножко уже обжарят с луком, можно добавить картофель. Добавляю соль. В старину такого плана соус называли подливаю. Сейчас существует очень много новых версий. Можно назвать соусом, можно дрессингом, можно кремом. Сейчас я добавлю сливки. Сливки можно использовать любые, но я использую 22%. Сейчас они немножко прокипят. И все, можно помещать в блендер. А тем временем подогрелась решетка, на которой я обжарю куриную грудку. Соус из жареных лисичек с картофелем готов. Выкладываю соус. Теперь добавлю немного укропа. Молодая свекольная ботва. Как элемент декора. Соус из жареных лисичек и картофеля готов. Мы приготовили его очень быстро. Подходит он ко многим видам мяса. Приятного аппетита!